МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медиакорпорация Китая провела научную конференцию, посвященную сериалу о древних летописях. Молодежные команды по хоккею на роликовых коньках встретились на дружеском турнире в Гуанчжоу. Глава МИД КНР Ван И провел переговоры с коллегой из Мьянмы Танцвээм во время своего трехдневного визита в страну. Дипломаты обсудили взаимодействие в рамках торгово-инфраструктурной программы «Пояс и путь». Главным совместным проектом двух государств остается строительство железной дороги. Она соединит китайскую провинцию Юньнань с побережьем Бенгальского залива на территории Мьянмы. Министр иностранных дел КНР также предложил укрепить сотрудничество в сферах безопасности, борьбы с трансграничной преступностью и в сельском хозяйстве. Это послужит повышению уровня жизни в бедных районах Мьянмы. Строительство сообщества единой судьбы Китая и Вьетнама – центральная тема переговоров глав двух государств. По приглашению Си Цзиньпина в КНР прибыл генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и президент страны То Лам, бывший министр общественной безопасности, был избран президентом в конце мая. Это его первая зарубежная поездка в должности главы государства. В свою очередь, Си Цзиньпин побывал с официальным визитом в Ханое в декабре прошлого года. Тенгер – четвертая по величине пустыня в Поднебесной. Она расположена на территории нескольких китайских регионов, в том числе в Нинсяхуэйском автономном районе. Жители местных населенных пунктов столетиями отвоевывали свои поля у песчаных дюн. Инженеру лесоводческого хозяйства Тан Семину удалось разработать технологию посадки семян глубоко в почву. Это помогло сотням семей в городе Джунвэй сохранить урожай. И засушливый край превратился в цветущий оазис. «Я испытывал огромное напряжение. Каждый день думал, как решить эту проблему, как помочь людям». В Джунвэй находится крупнейшая в Китае фотоэлектрическая станция, которая обеспечивает энергией около 150 тысяч семей. Солнечные панели установили на высоте около трех метров, чтобы не перекрывать растениям доступ к солнечному свету. Благодаря совместным усилиям ученых, предприятий и местных жителей, пустыня Тенгер уже отступила на 20 километров от городской территории. Наверху вырабатывается электроэнергия, а между панелями мы высаживаем растения и восстанавливаем экосистему. Чтобы уберечь саженцы от песка, мы строим специальные барьеры из соломы. Мы выбираем адаптированные к пустыне виды растений. Благодаря этому нам удалось увеличить травяной покров почти с нуля до 20-25%. Программа защиты плодородной почвы от неблагоприятных природных факторов стартовала в КНР почти 50 лет назад. За это время китайские специалисты добились выдающихся результатов. Сегодня их опыт используют во всем мире. До изобретения бумаги в Древнем Китае писали на шелке, деревянных и бамбуковых пластинках. Записи получались короткими. Чтобы восстановить их содержание, нужно знать культурный и географический контекст. Специалисты медиакорпорации Китая решили погрузиться в историю, расшифровывая летописные пластинки. Так в эфире появился научно-популярный сериал с элементами документальной драмы и компьютерной реконструкции. В продолжение проекта медиакорпорация Китая организовала конференцию в Пекине, где собрались ведущие ученые и сотрудники крупнейших музеев. Участники обсудили историческую и просветительскую ценность сериала. Многим бамбуковым пластинкам, которые сохранились до наших дней, от двух до трех тысяч лет. Это крупнейшая категория памятников древнего письма позднего доимперского и раннеимперского периодов истории Китая. В Китае набирает популярность необычный вид спорта – хоккей на роликовых коньках или ролер-кей. Город Гуаньчжоу принял первый дружеский турнир молодежных сборных по модной игре с обеих сторон Тайваньского пролива. На роликовом катке встретились команды из Гуаньчжоу, Тайваня, Гонконга и Макао. Надеюсь, моя команда займет первое место, а я стану лучшим бомбардиром. Хоккей на роликах отличается от игры на льду не столько правилами, сколько экипировкой. Вместо коньковых лезвий – колеса, вместо шайбы – эбонитовый мяч, а клюшка имеет другую форму. Играть можно и на открытом воздухе, и в помещении. Все это делает ролер-кей более универсальной и доступной вариацией хоккея. В свободное от матча время члены молодежных команд из Тайваня узнали об истории и современных достижениях Гуаньчжоу. Гости побывали на экскурсиях, познакомились с культурным наследием и главными достопримечательностями региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова